В сельском поселении совхоз имени Ленина состоялся ежегодный турнир по футболу и бадминтону в памяти выдающегося агронома, героя социалистического труда Василия Яковлевича Мамрова. Василий Яковлевич был замечательным человеком, который мечтал, чтобы все вокруг были заняты. Занята молодежь, заняты дети. И, собственно говоря, когда Василий Яковлевич не стал с нами, мы учредили этот турнир. Он проходит каждый год, и мы каждый год видим вас и радуемся вашим успехам. На футбольный турнир подали заявки 8 команд из поселения муниципалитета и города Москвы. Всем участникам по 13-14 лет. Команды были разбиты на две группы. Сыграв между собой, сильнейшие вышли в плей-офф. Молодые ребята, но уже такие, скажем, довольно опытные. Если раньше мы проводили турнир, у нас дети играли по младшего возраста, то в этом году мы решили провести для ребят более старшего возраста. Ну, посмотрим, как у нас получится. Юные спортсмены занимаются в футбольных секциях, принимают участие в соревнованиях и чемпионатах Москвы и области. Денис Коньков выступает за команду «Корсары» на позиции нападающего. Ну, мы готовились недели две. Нас позвали всегда. Мы всегда ездим на этот турнир. Но наша команда хорошая. Мы занимаем места первые, вторые, третьи. Ну, как игра, можно сказать, пойдет. За время игры тренер ни на секунду не оставлял своих подопечных. Подсказывал и всячески подбадривал футболистов. Дэн, ниже садись, Даня. Ираков, Даня. Ты с кем, Даня? Вот! Представитель еще одной московской команды Самир Исхаков рассказал о серьезном тренировочном процессе. Ребята занимаются с тренером четыре раза в неделю. Отрабатывают удары, комбинационную игру, а по выходным проходят матчи. Мы хотим выигрывать везде и всегда. Поэтому приехали сюда, чтобы победить. Футболистов поддерживали болельщики. Больше всего переживали, естественно, за местную команду «Пираньи». По итогам футбольного турнира все команды получили призы. А лучшие игроки – личные награды. В это же время в спортивном зале школы совхоза проходили соревнования по бадминтону. На них присутствовала дочь Василия Яковлевича Мамрова. Его называли в Московской области «Кукурузный король», потому что он выращивал до ста гибридов кукурузы на своих полях. Его знали во всем мире. Семена ему привозили тоже со всего мира. В Ленинском районе всегда чтили историю муниципалитета. И Василий Мамров, несомненно, является ее частью. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.